Из новинок Ладоги в 2024 году эта бутылка мне понравилась больше всего. И поэтому, в честь этого знаменательного события, мне удалось по совершенно случайным обстоятельствам урвать его прямого аналога. Это Deadman Finger, также белый ром. Как видите, в дизайне угадываются общие нюансы. Понятно, чем вдохновлялись производители и одного, и другого рома. И у меня еще есть Old Monk. В данном случае тоже неплохая вещь. Ароматный, насыщенный, по вкусу все то же самое, но просто дико ядреный. И мое первое впечатление от него было не самое положительное. Но, надеюсь, в данном сравнении этот ром покажет себя на уровне. Потому что мне показалось, что эти две бутылочки чем-то похожи. Так что, сегодня я хочу сравнить третий хрома и сделаю с ними, с каждым по одному коктейлю. Первый пойдет Old Monk. Бокальчики, которые я сегодня использую, Капита. У меня внизу есть ссылочка на приобретение. Партнерская ссылка. Если вам будет интересно, можете взглянуть. Там вполне адекватная цена за эти бокальчики. Второй Cool Skeleton. Очень хороший, белый, насыщенный ром. Вот, еще раз я повторюсь, что у этих двух бутылок есть много повторяющихся нюансов. И Deadman Finger. Изготовитель Hellwood Artisanal Spirits Limit. Соединенное Королевство Великобритании. Разливается также в Великобритании. По составу дистилляторомовый сахарного тростника. Выдержанные два года. Вода питьевая исправленная. Здесь у нас выдержки нет. У Скелетон. Old Monk. Ром невыдержанный, белый. Здесь также нет выдержки. Производитель Индия. Импортером является ООО ДВК. Город Москва. Продается у нас Deadman Finger во многих сетях. Есть в ленте. Вот, кстати, в ленте я взял эту бутылочку. Она у меня обошлась. По-моему, 1189 рублей. Что-то около этого. А так, базовая цена 1600-1700. Old Monk. 1100 и Cool Skeleton примерно 700 рублей. Надеюсь, что именно за эту цену он будет всегда стоять на наших полках. Deadman Finger. Бутылочка на самом деле мне у Deadman Finger нравится больше. Здесь и пробочка корковая, и на бутылке есть надписи какой-то черепок. Печатная этикетка с черепом. Внутри описание. На английском, к сожалению, на российской этикетке ничего такого нет. Просто очень скудное описание. И здесь 37,5%. Deadman Finger. Old Monk 42,8%. А Cool Skeleton 40. Давайте начнем. Наверное, по возрастанию будем идти. И потом вернемся уже в обратную сторону. Deadman Finger. Аромат очень нейтральный. Достаточно спокойный. Легкий либо кокос, либо лим. Небольшая эфирность. И, пожалуй, ваниль. Чувствуется спиртозность, несмотря на 37,5%. Достаточно спиртозный. Но на самом деле эфирный и очень приятно пахнет ромом. И вот чем-то напоминает, на самом деле, либо Bacardi, либо Barselo, либо какие-то вот такие вот легкие ромы. Деревяшки не чувствую. Но кокосик, либо что-то подобное здесь явно есть. Следующим по уровню алкоголя и по нашей очередности идет Cool Skeleton. Аромат более насыщенный. Менее спиртозный. И вот здесь уже угадываются ноты тростника, ноты сухофруктов, вяленых бананов, каких-то абрикосов, изюма. Что-то подобное. Очень насыщенный, очень классный, очень вкусный аромат. На самом деле, третий хрома, третий хрома можно было сравнить в закрытую. Но я просто понимаю, что, скорее всего, этот ром бы я угадал на аромат. Этот ром бы я угадал на вкус, потому что этот вкус реально не перебить. Ну и Deadman Finger, скорее всего, методом исключения я бы тоже определил. Аромат гораздо более насыщенный и более ромовый. Вот честно, более ромовый аромат. Old Monk. Тоже вот угадываются какие-то сухофрукты, но здесь еще добавляются специи и чуть больше спиртуозности. Меньше насыщенности и больше спиртуозности. Кульскелетон самый насыщенный. Самый изюмный, самый ароматный, самый приятный для меня. Deadman Finger на его фоне. Вообще практически ничем не пахнет. Пахнет то ли водой, то ли вот какой-то медью. Какими-то... Короче, аромат не спиртуозный, но очень спокойный и ненасыщенный. Давайте, наверное, с него и начнем. Очень мягкий, маслянистый. Есть легкое жжение при проглатывании рома, но он очень легкий, очень мягкий и не сладкий, не острый, не колючий. Какого-то определенного вкуса, послевкусия я не чувствую. Вот просто легкий ром. Вот максимально легкий, максимально нейтральный дистиллят, в котором только есть аромат. Вкуса я практически не чувствую, а послевкусия я вообще молчу. Приятно. Вот этот бы ром я на самом деле использовал в мохито. Использовал бы в коктейлях, где как таковой вкус рома, либо какого-то дистиллята. Ну там, может быть, кашаса, может быть, другие дистилляты спрятан за ароматическими ингредиентами. Очень нейтральный. Вот да, я бы этот аромат, этот вкус в закрытую точно определил. У меня сейчас вообще нет никакой претензии к производителю. Это хороший, приятный, нейтральный ром. Я вот сейчас его выпил, и я через буквально 3 секунды ничего не чувствую во вкусе. Послевкусие, ни горечи, ни остроты, ни каких-то пряностей, ничего. Пролетел и, собственно, не оставил никаких впечатлений. Скелетон. Да, колючий. Здесь чувствуется спиртозность. Здесь чувствуется колкость, которая напоминает свежий имбирь на самом деле. Но, как таковым, берем не является. Просто колкость алкогольного напитка. Гораздо мягче. Разница не в 2,5% по объемной доле алкоголя. Именно вот мягкий, какой-то маслянистый, пустоватый. Здесь уже есть вкус. Есть послевкусие. Вот реально долгое послевкусие изюма, сухофруктов, вяленых бананов. Я не знаю, чего такого прям тяжелого, мощного и фруктового. Хорошо, мне нравится. Хороший аромат, хороший вкус. И, по факту, хороший ром. Old Monk. Чуть более спиртозный. Аромат приятный. Аромат мне нравится. Он такой прям насыщенный, вкусный. Классный. На вкус. Ну, более колючий. И здесь во вкусе уже не сухофрукты, а вот именно какой-то десерт с пряностями. Вкус более спиртуозный. После вкусе гораздо меньше, чем предыдущий экземпляр. Ну, и, наверное, подольше, чем Deadman Finger. Олд Monk неплох. Сейчас вот, когда уже осталось полбутылки, это становится вполне приятным. Питки ром с каким-то вот таким вот своеобразным послевкусием и легкими пряностями. Но по насыщенности, на самом деле, очень сильно отстает от этого. Олд Monk, который в моем предыдущем сравнении мы сравнивали с Сергеем. Этот ром меня поразился вкусом своим ароматом. В чистом виде это была жесть. В коктейлях великолепно. Он был лучшим, самым ярким. Он просто подчеркнул все лучшие нюансы ромовых коктейлей. Deadman Finger. Ммм. После этого рома пьется, как вода. В нем нет горчинки, в нем нет кислинки, в нем нет посторонок. Просто мягкий, маслянистый, обволакивающий дистиллят. Ощущение, как вот кокосовое молоко, либо, может быть, эфирные масла лайма. Первое, что выступает у меня вот при дегустации этого рома. Больше особо ничего, на самом деле, не чувствую. Первым для меня будет скелетон, кул скелетон. Вторым Old Monk. За счет вот чуть большего вкуса, чуть больше насыщенности. И Deadman Finger. Он хороший, он легкий, он нейтральный. Но я бы хотел чуть больше насыщенности. Давайте, забабахаем коктейль. Хомингуэй Дайкири. Рецепт максимально прост. Вам будет необходим белый ром. Вам будет необходим грейпфрутовый сок. Вам будет необходим лаймовый сок. У меня свежевыжатый. Только вот, только они и вышли из-под соковыжималки. И очень редкий ингредиент. Мороскиновый ликер. Если он у вас есть, то остальные ингредиенты для вас, скорее всего, проблемой не являются. Все это взбивается в шейкере и переливается в коктейльный бокал. Каждый из коктейлей готовится в шейкере. Сейчас на примере одного из них я вам покажу все этапы. И вы поймете, как это просто. Первое, что идет, 45 мл белого рома. В моем случае Deadman Finger. Либо Old Monk, либо Cool Skeleton. 45. 30 мл сока грейпфрута. 15 мл лаймового сока. 10 мл ликера Мороскина. И 7 мл сахарного сиропа. Абсолютно те же самые пропорции я сейчас повторю с остальными ромами. И посмотрим по итогу, что у нас получится в коктейле. Субтитры сделал DimaTorzok. от грейпфрутового сока у меня осталось цедра грейпфрута каждый коктейль я аккуратненько сбрызну и конечно продегустирую начну наверно самого нейтрального пусть будет дэдман фингер это очень вкусно здесь чувствуется грейпфрут здесь чувствуется мороскиновый ликер который действительно насыщенный это хорошо сбалансировано если вы используете другой мороскиновый ликер не люксарда какого-то бренда менее насыщенного имеет смысл увеличить не 10 мл там 15-20 и исключить сахарный сироп коктейль получился чуть сладковат но вкусный ром практически не чувствуется следующий идет олтмонт а вот здесь уже чувствуется ром пряность насыщенность какая-то вот ну короче олтмонт здесь чувствуется ромова составляющая точно превосходит мороскиновую и грейпфрутовую ну и последний представитель клуб скелетон коктейли хомингуэй дай кири абсолютно чувствуется основной ингредиент ром сухофрукты изюм финики все то что мне понравилось изначально в белом дистилляте промо стереть это все здесь есть грейпфрут ну немножко может подзабивает мороскина расширяет ароматику это хорошо это вкусно очень хорошо ултмонг в данном случае конечно немножко попроще ром вот в этих случаях на самом деле не потерялся здесь коктейль может быть кстати приближен к классике потому что хомингуэй дай кири был придуман на кубе 30-х годах 20 века если я правильно помню и изначально название имел номер 4 эль флоридита дай кири потом был переименован в честь хомингуэя и вот там использовался как раз легкий нейтральный кубинский ром возможно этот коктейль соответствует тому вкусу что был изначально здесь вообще не чувствуется ром абсолютно только грейпфрут и мороскина самые яркие ингредиенты что пойдет его состав даже вот в данном случае очень хорошо чуть слаще более пряный тоже грейпфрут тоже ром тоже мороскина пожалуй самый сбалансированный коктейль ром здесь сильно не выделяется он просто подчеркивает вот ингредиенты которые входят его состав скелетон просто ромовый коктейль вот эти вот финики вот идет фрукты идут на первый план ну наверно для этого рома неподходящий коктейль либо надо чуть-чуть подкорректировать пропорции чтобы он соответствовал хотя бы второй версии ром яркий ром на насыщенный ром мощный он перебил все что можно в общем с вами был дмитрий канал микс ринг ставьте лайк подписывайтесь указать ваш мнение в комментариях подписывайтесь на телеграм подписывайтесь на этот канал ставьте лайки заходите на бусте витам ролик выходит в первую очередь и этот ролик скорее всего вышел за неделю а может быть и за две раньше чем вы сможете купить его на ютубе так что подписывайтесь не такие большие деньги вы будете тратить в месяц чтобы просто первым взглянуть на мои обзоры на мои сравнения на мои ролики с вами был дмитрий микс drink всем пока этот коктейль за ваше здоровье